Какие травы ответственны за повышение биодоступности витамина D? Очень много информации. Сколько надо в день принимать? 2000, 5000, 10? Как измерять более грамотно уровень витамина D в крови? Но биодоступность это тоже чрезвычайно важный фактор. И эта биодоступность зависит от желчных кислот и вообще от работы желчевыделительной системы. Насколько ритмично выделяются желчные кислоты? Какие там соотношения между разными фракциями желчных кислот? Насколько качественная сама желчка? Витамин D это жирорастворимый витамин, поэтому такая взаимосвязь с желчными кислотами. В связи с этим получается, что травы, которые улучшают качество желчи, которые улучшают накопление ее, выделение, они напрямую влияют на биодоступность. Поэтому надо принимать разные травы, это Володушка, Бессмертник. Их очень много. Какие-то больше ответственные за выделение желчи, да, в колесе кретики, которые, некоторые из них больше влияют на накопление желчи. Все это индивидуально. Чаще всего используется фитосбород. Когда вот с клинических, с практических позиций важно это знать, когда есть дисфункциональные нарушения работы желчевыделительной системы, дисконезии желчеводящих протоков, функциональные нарушения работы желчного пузыря. И вторая ситуация, когда важно это понимать, это состояние после операции на желчном пузыре, на желчеводящих протоках. Все это имеет огромное значение. Поэтому чаще всего необходимо комбинировать курсовой прием витамина D вместе с желчегонными травами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова